МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спускаясь по трапу израильских авиалиний в Тель-Авиве, первая мысль, которая приходит в голову. У этой страны есть свой, особый воздух. Неповторимый, незабываемый, с ароматом чего-то постоянно цветущего. Израиль – это солнце и тепло, это пустыни и горы, и это Средиземное и неповторимое Мертвое море. Израиль – смешение, соединение всех религий и народов. Эта страна – пестрое, лоскутное одеяло мира. Иерусалим. Здесь кожей чувствуешь окружающую тебя историю. Один из древнейших городов мира. Священный город для трех религий – юдаизма, христианства и ислама. Здесь соседствует история Ветхого и Нового Завета. Они читаются в изгибах улиц, трещинках, старой кладке, шепоте, молитв и в морщинках на лицах прохожих. Чтобы понять и почувствовать Иерусалим, настроиться на биение его сердца, в первый же день посетите Масленичную гору. Отсюда открывается незабываемый вид на центр Иерусалима – старый город. Свидетель великих событий. Мощные крепостные стены с башнями и воротами, купала храмов, мечетей и синагог. Масленичная гора – возвышенность вдоль стены старого города. Издревле была засажена маслинами, откуда и название. На Масленичной горе, одном из ее склонов, расположено древнее еврейское кладбище, будь похороненным на котором считается большой честью и поговаривает, что здесь – самые дорогие в мире участки для погребений. Святость этого кладбища определяется его непосредственной близостью к долине Кедрон. В книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдет на Масленичную гору и оттуда начнется воскресение мертвых. Вид этого кладбища завораживает. Здесь все пропитано молчанием вечности. Некоторые погребения находятся здесь уже более двух с половиной тысяч лет, а всего могил здесь около 150 тысяч, некоторые из которых приписываются еще ветхозаветным персонажам. На западных и южных склонах Масленичной горы расположены христианские святыни. Гефсиманский сад, гробница Девы Марии, русский монастырь Марии Магдалины. Гефсиманский сад. В настоящее время небольшой сад традиционно почитается как место, где, согласно Новому Завету, молился Иисус Христос и его ученики, что и позволило Иуде найти Иисуса в ночь ареста. В Гефсиманском саду растут восемь очень древних олив. Некоторые из них относятся к числу древнейших известных науки, живущих, цветущих и плодоносящих под этим небом уже более 800 лет. Чуть севернее Гефсиманского сада находится православная церковь Успения с гробницей Богородицы. Построена в XII веке на месте первой церкви, воздвигнутой еще святой Еленой в 300 году. Согласно преданию, в ней также находятся гробницы родителей Богородицы, и Акима, и Анны, а также Иосифа Обручника. В самой нижней части храма находится гробница, в которой апостолы похоронили Деву Марию. Гробница была вскрыта по решению VI Вселенского Собора, и в ней были найдены пояс и погребальная пелена. Церковь всех наций – католическая францисканская церковь. Построена на той скале гости, когда-то по преданию Иисус совершал молитвы в последнюю ночь перед арестом. В храме всегда полумрак в память того, что события, которым он посвящен, происходили ночью. Католическая францисканская церковь всех наций построена в начале XX века. Стены ее украшены мозаиками – гефсиманское моление, предание Спасителя и взятие Христа под стражу. Старый город – историческая часть города, которая окружена стеной. Именно здесь происходили все исторические события, связанные с Иерусалимом, включая святые места трех мировых религий. Узкие мощенные улочки, римские колонны, величественные стены с арками. Все сразу становятся родным и наполняют вас ощущением нереальности происходящего. Каждый камень старого города готов рассказывать вам свою историю. Именно здесь был построен Иерусалимский храм. Здесь распяли Христа, и отсюда Мухаммед поднялся в рай. По этим отполированным миллионами ног улицам проходили цари и рабы, воины и паломники, торговцы и нищие. Старый город исторически поделен на еврейскую, армянскую, христианскую и мусульманскую части. Центром христианского квартала является храм Гроба Господня, основанный еще царицей Еленою в IV веке после Рождества Христова. Иерусалимский храм Воскресения Христова более известен как храм Гроба Господнего, стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Современный храм Гроба Господня – архитектурный комплекс, который объединяет, как бы накрывает своими куполами, Голгофу с местом распятия, кувуклию, заключающей в себе Гроб Господень, место погребения, а также предел Ангела, место, где сидел Ангел, возвестивший с женом Мироносисом о воскресении Христа. Стена плача – также неповторимое уникальное место. В течение многих веков стена является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и молитв. Термин «стена плача» является переводом с арабского и означает «место стенаний». Это определение происходит от еврейского обычая – приходить к этому месту и стенать, и оплакивать разрушение храма и судьбу своего народа. Стена плача – это единственный фрагмент стены храмовой горы, который сохранился до наших дней. В принципе, сама стена как таковая не является святыней иудаизма. Святыня евреев – это храм, который был построен на храмовой горе. Израиль – страна маленькая, но при этом настолько разнообразная, разноплановая, многослойная, что затруднюсь каким-то образом сказать, выбрать какую-то точку. Я, например, испытываю совершенно потрясающее интеллектуальное, эмоциональное впечатление на гробнице пророка Самуила рядом с Иерусалимом. Особое какое-то такое место с фантастическими раскопками. Потрясающе. Старый город задумчив. Гулять по нему можно долго, заглядывая в проулки, заходя в храмы, замирая на распутье улочек. Сам Иерусалим подскажет желающим понять и почувствовать, где должен оказаться странник, покажет ему дорогу, приведет к ответам на вопросы, над которыми давно размышлял. Но Иерусалим – это не только история. Это прекрасно понимаешь в светском квартале, где среди бутиков и старинных домиков лихо вписаны скульптуры и картины современников. Национальный музей Израиля. Музейный комплекс в Иерусалиме на холме недалеко от Кнесета. Это один из самых важных культурных институтов Израиля. Место хранения свитков Мертвого моря, а также огромной коллекции иудаики. В нем хранится около 500 тысяч археологических и антропологических экспонатов израильского и международного искусства. Этот музей – место, где соседствует история и современность, и где израильтяне показывают, что не только помнят прошлое, но и смело смотрят в будущее. Израиль – она очень особенная страна. Она древность и модернность, которые живут вместе. И мы чувствуем, что вот здесь создается что-то особое, что-то новое, но на древних камнях, на древними камнями. Израиль неповторим и уникален. Здесь многое в единственном экземпляре. Иудейская пустыня на традиционную пустыню не очень-то и похожа. Израильтяне очень любят выезжать сюда на пикник, хорошо чувствуя красоту сдержанных линий и лаконичность цветовой гаммы. Название пустыни произошло от Иудея. Название удела одного из двенадцати колен Израилева и одноименного еврейского царства. В настоящее время населена бедуинами и еврейскими поселенцами. Марсианские пейзажи, красноватые горы, Иорданская долина – ни деревца, ни кустика. Между Израильским и Иорданским берегом не широкое, но длинное озеро, оно же Мертвое море. В нем нет ничего живого, кроме активно оздоравливающихся туристов. Мертвое море – это один из самых соленых водоемов на Земле. Соленость достигает 350%. Уровень воды в Мертвом море на 427 метров ниже уровня моря. Побережье озера является самым низким участком суши на Земле. По сути, это даже не море, а очень соленое озеро, один берег которого принадлежит Израилю, а на противоположном находится Иордания. Об уникальных лечебных свойствах воды и грязи Мертвого моря знают все, поэтому здесь не бывает перебоев с туристами. Масада. Развалины этой крепости были впервые обнаружены только в 1862 году, но с тех пор стали символом мужества и свободолюбия еврейского народа и местом паломничества иудеев всего мира. Масада. Древняя крепость недалеко от Мертвого моря. Расположена на вершине одной из скал Иудейской пустыни. В 25-м году до нашей эры на месте старой крепости царь Ирод построил убежище для себя и своей семьи. В крепости было собрано много пищевых запасов, была устроена искусная система водоснабжения, бани по образцу римских. Крепость использовалась также для хранения царского золота. Легендарная история, оставшая символом героизма израильтян, произошла в Масаде во времена восстания против Римской империи. Масада оказалась последним оплотом восставших. Защитников крепости едва насчитывалось тысяча человек, включая женщин и детей. Но они удерживали Масаду еще три года. После поджога оборонительной стены участь Масады была решена. И тогда предводитель восставших произнес перед евреями пламенную речь и призвал их умереть свободными людьми, предпочесть смерть мучительному и позорному рабству. Вошедшие в крепость римляне были поражены величием духа и несокрушимым презрением к смерти. Масада Для меня самая интересная экскурсия, и вот уже сколько, 6 лет прошло, так и остается, это, конечно, Масада. То есть крепость Масада, которая сначала поразила меня своей историей трагической о повстанцах, о иудеях, которые держались до последнего. Ну и потом, когда я узнал, что на самом деле Масада большую часть своей истории имела не военное значение, не стратегическое, а экономическое. То есть это была некая торговая биржа, куда привозили образцы товаров, где шел торг. И Масада это то место, про которое я рассказываю всем своим друзьям, всем своим знакомым. Советую приехать на нее и сам, если еще раз окажусь в Израиле, и, конечно же, туда поеду. Но Израиль – это не только шепот истории. Это кипучая, жизнерадостная, яркая, настоящая. Калейдоскоп событий и лиц, карнавал красок и разноцветных событий. Кто сомневается, тот должен посетить Тель-Авив. Этот город, как отдельная вселенная, со своим ритмом, возможностью вести ну очень серьезный бизнес и не очень. Здесь все для человека и все во имя его. Можешь заниматься спортом, можешь валять дурака. Можешь развлекаться, а можешь изучать глубины мироздания. Яфа – это один из главных портов Древнего Израиля и один из древнейших городов мира. Считается, что здесь Персия освободил Андромеду, отсюда отправился в путь пророк Иона, и здесь было явлено видение апостола Петру. Несмотря на то, что Яфа и Тель-Авив объединены сегодня в один город, Яфа сохранила свое своеобразие. Это практически один большой, оригинальный, самобытный художественный центр. Галереи, мастерские художников, плашиные рынки, салоны и музеи. Головокружение от красок, образов и неожиданных открытий. После посещения Израиля у человека возникает несколько иное, чем до визита, восприятие реальности. Он начинает чувствовать это гораздо тоньше, гораздо глубже. Так что, может быть, можно сказать, что Израиль – это лаборатория Всевышнего. Израиль – это много евреев, но и много арабов, армян, черкесов и других этногрупп. Израиль – это история Христа и мусульманские святыни, Иерусалим и Тель-Авив. Мертвое море и Средиземное. Израиль – это солдаты на улицах и искренняя, почти беззаботная жизнерадостность. Это Хаванагила из 740 и, наконец-то, наглые израильские коты, гоняющие собак. Одним словом, это лоскутное одеяло мира, под которым так хорошо и уютно. Субтитры делал DimaTorzok